Ну а мы продолжаем выпуск. Пожилые люди им зажгли на фестивале возможности. И ничего, что возраст пенсионный. Они и колесо делать умеют, и на шпагат садятся. На спортивном фестивале побывала наш корреспондент Мария Терехина. Говорит, эти бабушки и дедушки легко дадут форум молодым. Смотрим ее репортаж. Красноярцы старшего поколения демонстрируют такое, что не под силу и многие молодым. Все они посещают группу здоровья. Сегодня у них отсчетное выступление. Тут и степы, фитнес и гимнастика. Они умеют все. У нас все оборудование какое есть в зале. Мы даже со штангами занимаемся. Поднимали 5 килограмм. То есть, например, если мы спину качаем или приседаем, то 5 килограмм. Я считаю, ну 7 максимум. Но все равно это как бы сложно. Это же пожилые люди. Ну не будем говорить пожилые. Я их зову девочки. В конкурсной программе приняли участие более 600 пенсионеров из Красноярска, Березовки и Зеленогорска. По возрасту ограничений никаких. Многим спортсменам уже за 70. Говорят, это всего лишь цифра. Душа не до сих пор молоды. Маргарита Владимировна, сколько вам лет? 70. Вам 70 лет? Мне 24. Начинаем. В общем, интересно признаюсь. Я уже захопалась. Думал, с этих пенсионеров можно и можно брать пример. В общем, чемпион. Лита, на шпака. На шпака. Вы шпакат умеете? Кстати, в этом году фестиваль неприходящей молодости посвящен юбилею Великой Победы. Ветераны войны, на долю которых выпало немало жизненных испытаний, и сейчас держат себя в отличной форме. Вы же видите, какой я. Хотя мне же за 90. Здесь совет один. Держи себя в норме, держи себя в форме. И будешь человеком до старости живым, веселым, активным. И проживешь много-много-много лет. Супер-пенсионеры говорят, заниматься спортом лучше, нежели киснуть в своих квартирах у телевизоров. Так на сегодняшний день в городских группах здоровья занимаются почти 2000 человек. И это не предел. Не только увеличивается количество участвующих, но и появляются новые виды занятий физической культуры, которых раньше не было. Например, такой вид, как скандинавская ходьба. Он стал и на Таташово, мы можем видеть, людей пожилого возраста, которые идут с палочками, и на столбах. Спортивный сезон завершается, а на смену ему приходит дачный. Так что летом активным пенсионерам тоже не придется скучать. Мария Терехина, Александр Шевелев, 7 канал, новости.